13 тысяч многофункциональных центров. Это 50 тысяч окон взаимодействия. С каждым годом отделений МФЦ по всей стране все больше. Рязань впервые стала площадкой для проведения Всероссийского форума сотрудников многофункциональных центров. Цель мероприятия – обмен опытом, а также обсуждение дальнейших путей развития в оказании качественных госуслуг, в том числе и в новых регионах нашей страны. Безусловно, граждане новых регионов сейчас испытывают серьезную потребность в получении различного рода новых документов российского образца. И здесь усилиями всей страны с этой задачей мы справляемся. И в настоящее время на новых территориях открыто 91 отделение центров «Мои документы». При этом силами регионов-шефов 76 таких отделений были отремонтированы. По словам статс-секретаря заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, высокие стандарты предоставления государственных услуг теперь доступны и жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Общая сеть центров МФЦ в нашей стране формируется уже 15 лет. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, за это время качество работы менялось только в лучшую сторону. С одной стороны, Алексей Игоревич сказал, что наши МФЦ находятся в той части рейтинга, где вроде бы есть соответствие всем стандартам и регламентам. С другой стороны, мы прекрасно с вами знаем, что никогда нельзя останавливаться, всегда надо развиваться дальше. Я уже об этом не раз говорил, для меня то, чтобы МФЦ работали на очень высоком уровне, это на самом деле дело чести. Я раньше серьезно участвовал в проекте в целом по созданию сети МФЦ. Большая команда работала, которую как раз Алексей Игоревич и возглавлял, курировал. И сейчас мы просто обязаны соответствовать самым высоким стандартам, а в чем-то, может быть, даже и участвовать в их формировании. План развития МФЦ в регионе уже разработан. Открываются новые отделения, график их работы все шире. Для того, чтобы каждый рязанец смог выбрать подходящее время для посещения. Губернатор Рязанской области Павел Малков также подчеркнул, что оптимизировать и улучшать обслуживание граждан будут и в уже открытых многофункциональных центрах. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».